Я вот иду с электрошокером, если честно, потому что собак очень много, и что у собак на уме, конечно, у бродячих, это никому неизвестно. Я боюсь. Был случай, что как бы не покусала ребенка, но она напугала его до смерти. Он приехал домой, его вот так все вот трясет. Именно из-за участившихся случаев нападения собак на людей депутаты решили вынести на обсуждение инициативу об эвтаназе особо агрессивных животных. Правда, сначала изучили всю законную существующую практику. Получается, главный метод – это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в ту сферу обитания, откуда мы ее изъяли. Результата положительного не дал. Почему? Поголовье, к сожалению, ведь стерилизация предусматривает, так сказать, снижение поголовья, к сожалению, значит, поголовье не уменьшается. Барнаул – поселок Восточный. Бродячих собак за последние три года прибавилось. Местная зоозащитница говорит, люди не выдержали и недавно застрелили сучку, которая постоянно приносила новое потомство. Инцидентом занимается полиция. Щенки последнего помета остались, пока их выхаживают сами жители, но предыдущий помет гуляет по поселку. Эта проблема у нас давно существует. Основная масса рождается на улице, поэтому неэффективность средств отлова сейчас проявляется как раз огромным количеством бездомных животных на улице. Нужен профессиональный отлов, настоящие ловцы, средства современные отлова. Руководитель приюта для животных «Ласка» именно туда привозит большую часть уличных собак, признает, бродячих животных меньше не стало. А все потому, что существующий ныне закон не работает, причем во многих российских регионах. Точно так же, как у нас в крае. У нас большинство муниципалитетов не могут найти подрядчика на эти работы. Соответственно, они вообще никого не ловят, не стерилизуют, не отпускают. И после этого они заявляют, вот, закон не работает, на улице бездомные собаки, их становится больше. Мы провели конкурс, уже второй в этом году. Никто у нас на конкурсные процедуры не вышел. И тем самым мы вопросы не решили с одной бродячей собакой. Она у нас покусала в апреле двух девочек. Те регионы, где работала эта система, дают очень позитивные результаты. Взять тот же самый образцово-показательный Нижний Новгород. Они в разы, в десять раз сократили количество бездомных животных. Но опять же, эта работа должна вестись параллельно. Речь о работе с населением. Ведь именно люди заводят животных, а потом выбрасывают на улицу их или щенков, которых не желают оставлять себе. Так поступают не только с собаками. Я сама лично видела, открывается окно машины, вот так кошек вываливаются, ну и просто они побежали. Никаких ни штрафов, ничего. Люди просто до последнего тянут, они хотят просто, оставляют до последнего, а потом выбрасывают. Я не знаю, что тут нужно сделать. Со школьной скамьи нужно приучать детей к ответственности за того, кого ты приручил. Специалисты практически в один голос говорят, нужно регистрировать всех домашних животных, чтобы у хозяев не было возможности выбросить собаку, которая стала ненужной. А еще наказывать кормилиц бездомных животных, ведь именно они провоцируют рост популяции. Эти кормилицы, которые собак кормят, они должны кормить обоснованно. То есть, если собаки стерилизованы, если их не увеличивается количество, не приходят, кормите ради бога, хоть вот до бочкообразного состояния кормите. Но если это дикие собаки, которые будут потом рожать щеницы, запретить кормить, запретить категорически прямо по закону, чтобы наказывали их. Пока же наказывать и даже усыплять решили собак. Еще раз уточним, особо агрессивных. К слову, агрессию, по словам депутатов, будет проверять специальная группа, состоящая из ветеринара, зоопсихолога и кинолога. Но как определить, насколько собака агрессивна? Вот в чем вопрос. Что значит немотивированная агрессия? Какими тестами ее определять? Знаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну, собака, простите, она не дура, она понимает, что это рука-то не человека, а рука резиновая, да? Ну, то есть, все это до того, ну, как бы не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем, дайте лишь нам лазейку. Кстати, еще до рассмотрения инициативы ВКЗС, глава алтайских муниципалитетов ее поддержали. Впрочем, приют и, по мнению некоторых, гораздо более гуманная и правильная история. Но... Приют сейчас создать с нуля, по нашим посчетам, стоит порядка 25-30 миллионов, это минимум. И поэтому ни у одного муниципалитета таких финансовых резервов, я так думаю, не найдется. К слову, средства на эвтаназию агрессивных собак планируют выделять из бюджета края. Кстати, уже 8 регионов страны вышли на федеральный уровень с такими же инициативами. Первыми были представители Забайкалья, где собаки загрызли 7-летнюю девочку. И депутаты Архангельской области, где ситуация столь же сложная. После одобрения инициативы алтайскими депутатами ее отправят на федеральный уровень. И, возможно, к сентябрю будут приняты поправки в существующий закон об ответственном обращении с животными. Добавим, что в марте прошлого года аналогичный проект, внесенный в Госдуму, отозвали спустя сутки.